Всем привет, дорогие друзья, с вами Енот, это клуб настольных игр, мир в коробке, и сегодня у нас на распаковке настольная игра, которая приехала в Эду только что с кикстартера, называется Вальхалла, про викингов, вот, и игра уже радует тем, что к ней там пришли кубики, и поле, которое скрыто в тубусе, вообще, и тем, что она до 6 игроков, но об этом дальше. Итак, друзья, это тот редкий момент, когда на коробке нету пленки, чтобы она не обликовалась, чтобы сразу видели этот красивый рельеф, эту, как же это, структуру подлен, вот, но. Не, ну, она, по-моему, не подлен, на глаз, помню. Сейчас мы лукаем, подлен он или нет, друзья. Подлен он, вот, полосочки. Ничего не знаю. Ну, хорошо. Да, так, сейчас мы попробуем, попробуем перевернуть, но прежде мы сделаем вот так, и, видимо, деться наручая. Так, на обратной стороне мы уже видим, что будет планшет игроков, у каждого игрока будет свой набор кубиков и игровая колода. Судя, потому что я узнал, игра, игра, игровая колода, она общая на всех, она большая, и, как бы, тут даже прям сразу. Указано здесь 8 дополнений, как бы, но это, по сути, 8 модулей, которые могут включаться в базовую колоду, чтобы ее разнообразить. Что радует игра? От 1 до 6 игроков, 6 человек, это настоящая игра для викингов и про-викингов. Ну, что, а теперь заглянем в коробку. Так, опа, влезли. Нас тут же встречают правила на средней плотности бумаги, как у Хобби Велда, может, чуть потоньше, с перечнем компонентов. Текст-то дофига, извиняюсь за выражение. Вот. Вот, типа, пошли разные, описание разных модулей. То есть, базовых правил тут, в принципе, сколько, ну, страниц 10, включая там список компонентов. Ну, то есть, реграбностью игры, по сути дела, база плюс модули, плюс допчики. Так, далее нас встречают подсказки. Нет, это правила русских стартерных дополнений. Ух ты, то есть, это так, экстартерные правила для игры, это, ну, прикольно. Что-то еще модули, которые добавляются в базовую. Мы в игре, а, мне показалось, что в игре еще мешочки замшивые спрятались. И правила каких-то стартерных эксклюзивов. Чуть-чуть дополнений. Далее нас встречают... Давайте жетоны, давайте вкусные оставим на потом. Жетоны щитов. Да, у каждого игрока есть. Они глянцевые, не подлен. Выдавливаются просто идеально. Ну, да, не очень толстые, но хорошие такие. Жетоны, судя по всему, атаки и призывов. Тоже, вот этот, кстати, выдался чуть похуже, но не порвался. Номер 11, чего-то там. Далее, планшеты игроков. Они состоят из двух частей, что ли? Нет, я не раскладываюсь. Ага. И первое, это, получается, с какого-то дополнения тут. Это не... Так, смотрим, где здесь. А, это вот так вот смотрится. Да, с какого-то дополнения. А остальные одинаковые, с разным немножко артом, но игроков нет. Ага, обратная сторона черненькая. Да, мрачновато, хоть и викинги, но они не были настолько мрачными, я думаю. Ну, это игра по убийство, смерть. Ну, кровь была яркая, флаги были яркие, щиты были яркие, все было яркие. Огонь в деревнях, деревни горели тоже ярким цветом. Цветом. Так, ух. Да, но, кстати, прикольно, что планшеты складные и непонятно. То есть, да, если бы они были разложены, коробка должна была быть чуть побольше. Или сделать меньше формат карт. Просто вот этот сгиб. То есть, понятно, что сильно игру не заиграешь, так, чтобы ваши планшеты начали разваливаться. Просто карточки монстров для соло-режима. Либо для кооперативного режима. О, кооперативный, типа, две команды? Нет, это против, соответственно, против монстра сражаются несколько игр. Хоть ли он вместе. О, мне эта игра уже нравится, любят оперативные игры. У меня в коллекциях почти нету, вот, но я их люблю. Карточки под лен, из не очень толстого картона, но на таком-то размере он действительно будет не очень толстый. Да, арт, класс. Да, арты сумасшедшие. Так, и смотрим кубики, которых у нас есть базовый комплект и комплект дополнительных кубиков. То есть, в базе есть два набора кубиков, как бы для... Три набора, да. Ну, серый дополнительный. А дополнительно есть еще по набору кубиков для каждого игрока. То есть, их получается в шесть цветов. Плюс серый. Они, если вот в такой-то отдельной упаковочке. Ну да, это Д6, одна грань пустая, одна с, типа, крестом. И на остальных изображены и оружие топор, лук, меч и компьёта. Вливание кубиков в кубики. Ух, карт много. Ну, давайте мы не будем смотреть все подряд. Мы посмотрим, там, может, там, ну, хотя бы половином мы посмотрим. Вот это, то есть, ну... Это, кстати, это даже не карта, это разделители для колод на разные дополнения. Воу, воу, воу. И там тоже, наверное, крутые арты. Ну, такие, да. То есть, каждый модуль, он по-своему называется, и вот, чтобы их потом легче было искать. Подлен, что очень круто. Ага, карточки с двух сторон одинаковые. То есть, будем смотреть только одну сторону. Ну, вот, кстати, вот таких вот разделителей мне не хватает в сеттлерсах. То есть, понятно, что там все по отдельным зи-блокам можно расфасовать, но, тем не менее. Ух, сколько же здесь карт. А ну, это, пока я открываю пачечку, вот, сколько, а не что, хоть какое-то число карт напишется? А, по-моему, что-то в районе 380 или что-то. На обороте коробки есть только. Ах ты, друзья. Не вижу я тут отдиралочка. Ага, вот она попалась, отдиралочка. Ух ты, вот здесь я не вижу, что камера увидит. Вот на обороте видите ворон. Здесь такая мрачная-мрачная картина. И погнали. По сути, все карты, в общем-то, имеют похожую структуру. Вот в верхнем углу у них есть там число и некоторое количество разных символов. И когда суть игры в сражении игроков между собой. И они выкладывают себе на свой планшет карты викингов, различных воинов, монстров. И потом должны на кубиках накидать соответствующее оружие, чтобы вооружить их. И тогда можно будет использовать этих воинов в битве. Давайте каждую вторую будем открывать. Заодно получим разделитель, чтобы колоды не смешались. Для того, чтобы узнать все карточки, покупайте игру. Тем более, что вроде как ее в России должны вроде как лавка игр. А это, да, то есть на каждый игрок еще имеет некую спецспособность. Представлена вот такая вот карточка Ярла. Есть пустые карты для собственного творчества. Мне понадобилось почти 3 года или 4 года игры в Манчкин, чтобы создать свою карточку в Манчкин. И одну, чтобы она не противоречила другим. И естественно, так сказать, вливалась в игру. Вот какая-то непопулярная колода. Черт, здесь одинаковые карты, да. Ага, колоды еще и пронумерованы. Точнее, как это, буквированы. В этой колоде была буква G. Ну или просто это разные руны. Не надо считать английские буквы. Не знаю, вот систематик. А, да, вторую точно. Верно, верно, верно. Что-то непонятно. Прям киндер-сюрприз какой-то получается. Чем-то мне немного напоминает Мертвый сезон. Ну вот, по нарисовке, по мрачности. Это, кстати, по-моему, как раз эльфы. Альфхейма. Так, одинаково, одинаково, одинаково. И л-д. Едем дальше. Во, толстая, толстая колода. Ра, колода B или не B. Так, у нас встречает здесь вот такая вот Это подсказка игроков. Последовательность кода. Да, последовательность кода. Ух ты, здесь прям все двухстороннее-двухстороннее. Ага, это одинаковое. Ага, эти тоже одинаковые. Значит, следующие тоже будут одинаковые. Нет, у них одинаковый арт, но разные символы. Это колоды, где-то, где-то монстры для соловьев. Не, ага, нет. То есть, видишь, это были одни, а это другие. Я смотрел. Так, одинаковое, одинаковое, одинаковое. Больше одинакового. Вот, карты, кстати, ну, они вроде тонкие, но достаточно упругий картон. Сейчас надо найти, где здесь спряталась отрывалочка. Ой, вот, друзья, вот, честно, не очень люблю карточные игры, хотя вот уже пару раз сыграл в карточные игры. Я считаю, что это мой личный стереотип, что я не люблю карточные игры. Возможно, это все не так плохо, как кажется. Потому что, года два назад я впервые сыграл в Доминьон. И игра хоть и полностью карточная, но, блин, такая прикольная. Да, сортировка этих пар будет очень долгая в случае чего, а может быть и нет. То есть, может быть, все-таки там на два типа какие-то разделятся. Разделителей-то там дофига с другой стороны. И колода А, ура! И к игре у нас пришло еще некоторое количество дополнений. Я думаю, мы их сразу откроем тут же. Ну, да, давайте мы сейчас посмотрим на плеймат. Насколько я понял, пришел. Вот в таком вот шикарном тубусе. Прям вау. Да, он совершенно не обязательно для игры. Он просто занимает центральное место на столе, потому что у каждого игрока есть свой планшет. Какого-то общего поля нет. На плеймате нарисовано место под колоду, под сброс, и на него можно бросать кубики. Приятно бросать кубики. Да. На арт сольки, понятное дело. Шикарный-шикарный плеймат. Даже, может быть, его немного жалко. Потому что у меня сразу идет воспоминание о ковриках для мышек. Так, это можно открывать? Да, да, да. Так, есть волшебная белая коробочка. Вальхала, king of the hill. Миниатюр. По сути, есть один из режимов. Одно из дополнений. Это царь горы. То есть, что-то в стиле. Кто дольше продержится лидером, тот и выигрывает. А это, по сути, просто маркер. Для того, чтобы показывать, кто текущие царь горы. Очень плотная пленка. Прям, прям вот, каменная пленка. Для викингов упаковывали. Ей-богу. То есть, я пленку хочу с ней, друзья, вы не думайте. Она просто не дается. По сути, это просто мини-миниатюрка. Здесь столько места для мини. И у нас вот такая вот шикарная минька. Вот обломок щита, череп, обломок меча. Ой, блин. Так, это мы открыли. И сразу же, потому что дополнения маленькие. Буквально вот такие небесомые, можно сказать. Это у нас что? Вольхово и Асгарда. А это миньки, что ли? Нет. Хотя, по-моему, там одна мини-тюрка есть. И карты, карты, карты. Просто не, так по весу на карты вообще не похоже, если честно. Просто если взять пачку карт, вон тут, ну здесь, ну одна, ну две пачечки. И то небольшие. Так, коробочка сделана под лен. Тут не видно, но поверьте на слово, что очень круто. То есть такая маленькая, а уже по-взрослому. И так, как я и предполагал, одна колода карт. Ого! И тогда начнем мы с правил. Такие совсем крохотные. С новыми обозначениями. Так. Вот такие вот миниатюрные правила. Менять к миниатюрке. Шикарная миниатюрка. Да, это Хеймдальстраж Асгарда. Оооо, воу, рок. Вот действительно шикарно сделан. Могли бы сделать чуть больше дырочку, так сказать. Но даже вес у миниатюрки, как у дракона из Rising Sun. Так, пусть он охраняет. И колода с бупой Ай. Ай-яй-яй, друзья. Так, здесь такие открывалочки. Их прям надо... Я просто когти подстриг, оно теперь не открывается. Вот. И смотрим у нас. Нас встречает паренек-блондинчик. Далее у нас еще девушка. Не то эльф, не то друг, не то враг. Эти уже были. Так, одинаковые. Ооо, красивый арт. Прям другая колода. Сам наш охранник Асгарда с разными значениями. И колода. И последняя по списку, но не по значению, увесистая. Здесь, походу, миньки уже нету. Нет, здесь нет. Да, задники войны. Они добавляют, помимо их карточки, новые кубики. О, то есть там кубики, да? Ух ты, а потряси. Кстати, действительно, там кубики прикольные. Как будто был волшебный сундучок мелковый в 90-е годы. Тоже потряси, там детальки лего тряслись. Тоже коробочка под лен, что очень круто. Вау, прям вот больше, чем в базе, наверное. Начнем, как всегда, с правил. Такие же миниатюрные правила, как и в кубике. Посмотрим на кубики. Кстати, они такого же цвета, как есть в базе, чтобы они они немножко. А, да, они ярче, чтоб еда, они подмес. Солнце, свет упал не так. Шикарные на ощупь, просто вау. Можно сюда откидывать? Не надо, окей. Тогда мы их отдельно. Ух, они такие крупные, что они даже не сильно переворачиваются. Так, мы пытаемся открыть эту карту. Так. Нас здесь встречает буквочка H. А, H. И нас встречает такой же парень, как и в прошлой колоде. Ладно, давайте мы искать что-то новенькое, то, чего еще не было. Девушка была, зомби был. Садники. Садники. Садники на ведьмака похож на Геральда. Блондина, белая лошадь. Ну, он с топором. У Геральда. С копьем и со щитом. Я в игре бегал с топором, все в порядке. Так. И одинаково, о, табун лошадей. Фух, друзья, переходим к завершению. Ну что ж, друзья, вот мы и провели распаковку настольной игры. Вальхалла. Вот, где мы нашли гору кубиков, которая спряталась в коробке. Но в допах, которые мы тут же распаковали, в таких крохотных допах. Даже не допы, а такие микродопы. Еще кубики. Две миньки. Одна игровая для... Ну, они, по сути, это и те маркеры. Да, маркеры, да. Или игровые маркеры. Анту очень отворожен для такой игры. Крутые щиты. Также мы нашли PlayMart, который пришел в бонусах. Кучу полей, в общем, и... И гору карт. Да. Самое большое забыл. Да, 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 самое большое. Я не люблю карточные игры, но я надеюсь, что благодаря этой игре я полюблю их. Вот. Ну что ж, друзья, теперь вы можете подписаться на наш каналчик, поставить большой палец. Также мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме, на двух международных сайтах. Тесерая и БГГ. Везде мой клуб «Мир коробки» или просто «Мир коробки», потому что каждая игра — это огромный мир в маленькой коробке. Всем пока, друзья!